Чёрное озеро Несите ваши денежки Иначе быть беде И в полночь ваши денежки Заройте в землю там И в полночь ваши денежки Заройте в землю где? Заройте в землю где? Ни горы, ни овраги, ни леса Ни океан без знак и берегов А поле, 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 поле чудес А поле, 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 поле чудес Поле чудес В стране дураков Возьмите билет Счастливый билет Беспроигрышная лотерея Великий комбинатор Остап Бендер Знал примерно около 400 способов Практически легального отъема денег Был ли среди них Лохотрон по-казански История умалчивает Но в конце прошлого века На столичных рынках Татарстана Стали раздавать приглашение На игру Счастливый билет 22 апреля 1999 года Гражданка Е с 7-летней дочкой Пришли на Приволжский вещевой рынок Чтобы выбрать себе обновки Незнакомая девушка Вручила им приглашение На беспроигрышную игру Счастливый билет Киоску лотереи женщина Подошла одновременно С еще одной претенденткой на победу Им объяснили правила Основанные якобы на теории Случайных чисел И игра началась Правила игры Счастливый билет Были очень простыми Ведущий назначал приз Как правило Это было что-то Из бытовой техники И тасовал 35 карточек С цифрами от 0 до 4 Он раскладывал их В 5 стопок По 7 в каждой Потом игроки Брали каждый свою стопочку И считали сумму цифр Рядом висела таблица С наименованием призов За назначенные очки Но если у игроков Выпадала одинаковая сумма цифр Ведущий предлагал Призовую игру на ставки Психологически Эти люди подбирали В общем-то Потенциальную жертву на рынке Вот чувствовали У кого есть деньги Кто где приценивается Подбегает девочка И говорит Поздравляю вас Вы там Тысячные посетители рынка Или какой-то Вот вам счастливый билет Вы выиграли мягкую игрушку Подойдите пожалуйста Вот к этому месту Ну там Особенно с ребенком У нас посетители Идут к этому месту Им вручают мягкую игрушку Пожалуйста Хотите поиграть У нас сегодня хорошая игра Вам повезет И начинается Выбор счастливых билетов В суперигре побеждал тот Кто делал последнюю Самую большую ставку Ему предназначались все деньги За вычетом процента Лотереи и приз Игроки клали первую ставку По 50 рублей Потом должны были Удваивать ставку соперника Гражданка Е Вложила в банк Сначала свои 500 рублей Потом 500 рублей Которые одолжила У знакомой на рынке Потом один из зрителей В толпе предложил ей Под расписку 5,5 тысяч рублей Менеджер, ведущая И зрители Уговаривали гражданку Е Брать деньги еще и еще Потому что у соперницы Явно не было нужной суммы Я хочу поднять ставку Потом менеджер предложил женщине Поехать домой за деньгами Там гражданка Е Забрала все сбережения 120 тысяч рублей И 4400 долларов США И на машине Вместе с менеджером Вернулась на рынок Но даже с этими деньгами Гражданка Е Не смогла перебить ставку Своей сопернице Которая в итоге Выиграла все деньги И ушла с рынка С вызванной охраной Гражданка Е Проиграла в лотерее Счастливый билет Рекордные 230 тысяч 968 рублей Можно представить Состояние женщины Ведь деньги Они с мужем копили На квартиру Примите мое соболезнение Вы проиграли Но каждый день Кроме понедельника Свой счастливый билет Пытались вытащить Все новые игроки Инфляция Была значительной суммой Бытовая техника Дорогим подарком В отделение милиции Казани Стали поступать заявления От обманутых граждан Мечтавших о счастливом билете Прошу вас разобраться С махинациями На центральном вещевом рынке На улице Тукая Эта компания Под видом рекламы Втягивает в свою игру 20 января 99 года Я тоже стала жертвой Этой игры На сумму Одна тысяча рублей 4 июня 1999 года На авторынке При игре в счастливый билет Я проиграл Свои 4 тысячи рублей И 2 тысячи рублей Которые одолжил мне Парень из толпы Общий ущерб составил 6 тысяч рублей Прошу привлечь К уголовной ответственности Неизвестных мне лиц Которые на территории Приволжского рынка Под видом лотереи Счастливый билет Обманным путем Завладели моими деньгами В сумме 3289 рублей Причинив тем самым Значительный материальный ущерб Заявлений стало так много Что Ну просто-напросто Все дошло Это до самых верхних структур Правоохранительных Решили Проверить эту организацию Установить за ними Нелегальный контроль Сказать Негласное наблюдение Уже вот Силами Управления Борезы с организованной преступностью Фирма Комета Работала масштабно С 1998 по 2000 годы Было открыто большое количество Игровых точек На различных рынках Казани Потом их число Сократилось до 12 На трех основных вещевых рынках И на автомобильном Именно сюда приходили граждане С внушительными суммами денег В 9 утра сотрудники Проходили инструктаж Открывали точки И начинали зазывать доверчивых Или азартных граждан Путанные заявления потерпевших Обратившихся в милицию Не давали четкой картины Чтобы понять суть обмана Сотрудники УБОП Привлекали обычных граждан И просили их сыграть в лотереи Весь процесс Фиксировался на видеопленку Для доказательства Мошеннических действий Нужно было собрать улики Подтверждающие Что выиграть у лохотронщиков Невозможно Контрольные игроки Превращались в доверчивых простаков И спускали выданные деньги А потом Давали свидетельские показания Я несколько раз Делал ставки Удваивал Ну, парень Каждый раз меня перекрывал Вот Когда деньги кончились Нужно было за 2 минуты Набрать нужную сумму Какой-то парень Предложил мне деньги В долг под расписку Я, конечно, отказался Но после этого Девушка Ведущая, которая была Объявила, что я проиграл Ну, я понял Что мой соперник Ведущий И парень из толпы Это они все заодно И выиграть Счастливый билет Невозможно Иногда жертвы обмана Сами пытались вернуть Проигранное Некоторые ехали в офис Искали директора И грозили Обратиться в милицию Другие догоняли Подставных игроков И требовали Назад свои деньги Одна женщина После проигрыша Боялась идти домой И признаваться Мужу в своей глупости Она чуть ли не весь день Простояла рядом с игроками Проигравший молодой человек Пришел с видеокамерой на рынок Чтобы заснять весь процесс обмана Но его заметили Аппаратуру отобрали Особо скандальные И настойчивые лохи Иногда добивались Небольшой материальной компенсации Им возвращали часть денег Но чаще всего Проигравшие получали Утешительный приз Вот в данном случае Люди придумали обман Путем вот этой вот Лотереи Счастливый билет Значит Они специально Для прикрытия Придумали Правила Которые можно обойти Если бы они строго действовали По правилам То наверное бы ничего не было Они же ведь занимались Еще и черной бухгалтерией И кассой Там же не написано Что есть подставное лицо Вроде бы Формально По бумаге Все правильно Почему и трудно было К ним подобраться вначале Они постоянно делали рокировку Кроме того Что менялись местами на рынке На каждом рынке Было несколько точек Там менялись И постоянно меняли Участников Сегодня например Он разыгрывает Завтра он Где-то на подставе В принципе Наверное Количество потерпевших Было намного Намного больше Но собрать всех И Также и обвиняемых Намного Намного больше было Привлечь Нужно было Непосредственно Если докажем Какой-то Эпизод Преступления Мошенничества Аресты шли Одновременно В нескольких точках На трех рынках Казани В кафе Где после трудового дня Мошенники Подводили итоги Некоторых Задерживали На остановках Транспорта Всего В тот вечер Было задержано 62 человека Которые могли быть Причастны К деятельности Счастливого билета Параллельно Проводились Обыски В офисе В офисе ООО Комета И на квартирах Основных членов Группы 60 с лишним Человек Нужно было Где-то Разместить И конечно же Ни один Изолятор Временного Содержания Не мог Принять Такое Количество Задержанных Их Привезли В актовый Зал Управления По борьбе Сорганизованной Преступностью Два Собровца Круглосуточно Охраняли Толпу Подозреваемых Пресекая Всяческие Попытки Переговоров Между собой А оперативники Вызывали их По одному На допрос Две недели Оперативники Не выходили Из управления Работали С перерывами Лишь на сон Вследственно Оперативную Бригаду Включили 30 следователей Иначе Справиться С таким Объемом Работы Было бы Невозможно Когда начинаешь С человеком Работать И как бы Их растаскиваете Как не говорите Мы тоже Своего рода Тоже психологи Были По работе С такими людьми И потихонечку Кто-то одно Скажет Кто-то другое По частицам По крупицам И потом очные Ставки Ну и Некоторые понимали Что Кто-то будет Получать реальные Сроки Если кто-то Будет Более идти На сделку Со следствием То И Для них Может быть Это менее Безболезненно Все пройдет 7 февраля 2000 года В программе Городских Криминальных Новостей Прошел сюжет О задержании Группы Мошенников Всех Кто узнал Этих людей И пострадал От их действий Просили Откликнуться В бюро Криминальной Информации 052 УВД Казани И с заявлениями В райотделы Милиции Обратились Десятки людей Это были Жители Казани И многих Городов Татарстана Кукмара Лениногорска Камского Устья И других Сумма ущерба От 100 рублей До 230 тысяч Но чаще всего Проигрывали Несколько тысяч рублей Это было Одно из первых дел Вообще В стране По статье 210 Преступное сообщество И когда Дело уже было Возбуждено И стали разбираться То выяснилось Что основная Масса Обвиняемых На тот момент Это Женщины Которые Или одиноки Или имеющих Несовершеннолетних Детей Причем Они выполняли Рядовые роли И как правило Получали Достаточно Небольшие Суммы денег Да Они совершили Преступление Но Смысл Так сказать Женщин Сажать На долгий срок За решетку Поэтому Было принято Такое решение Что Если Обвиняемые У нас Признают Вину Полностью Рассказывают Про структуру Этого преступного Сообщества Принимают Меры К возмещению Ущерба То Мы Идем Им навстречу В ходе Следствия Мы В основном Всех Отпустили Из-под стражи На Подписку О невыезде И В дальнейшем В суде Уже При назначении Наказания Поставили вопрос Чтобы им Не давать Лишение Свободы А дали Условную Меру Наказания А лидеры И организаторы Безусловно Получили По полной Программ Социальное Социальное Повелись Тоже Тоже Является Часто Условием И основанием Для возникновения Различной Зависимости Например Женская Любовь Она намного Порой Больнее Любовная Зависимость Патологическую Любовь Посмотрите Как женщина Способна Любить Действительно Ну и Распространяйте Например На такой объект Как игра Вот она Будет Любить Игру Когда у Некоторых Женщин Заканчивались Деньги Они отдавали Мошенникам Золотые Ювелирные Украшения Сельки Цепочки Перстни И даже Свои Обручальные Кольца Сотрудники ООО Комета Принимали Любые Ставки Они Вцеплялись В жертву Мертвой Хваткой Не стеснялись Провожать Игроков Домой За деньгами Или Украшением Сотрудники Кометы Безжалостно Вытягивали Слохов Долги По распискам Которые Доверчивые Игроки Писали В процессе Игры ООО Комета Оказалась Очень Законспирированной И весьма Многочисленной Организацией Непосредственно На рынках Работало 12 бригад В каждой 10-12 человек Роли Были Строго Распределены Верхушка Это Директор И менеджеры Они отвечали За организации Игр И работы Персонала Носчик Он отвечал За кассу Он собирал Деньги На домашку Следил за игрой А также Сдавал Деньги И отчитывался Перед менеджерами Подарком Называли Рекламного Агента Который Завлекал Покупателей Нижний Это Ведущие Игры Верхние Подставные Игроки А также Были Грузчики Которые Давали Денег В долг И Пополамщики Они Предлагали Сомневающемуся Сыграть С ними На пару А также В группе Находился Зритель Болельщик Который Работал В толпе И подначивал Лоха Не выходить Из игры Незаметно Дать деньги Подставному Игроку Называлось Ломать Банк По сути Эта игра Была Прототипом Будем так Говорить Наперска У них Даже все Термины Своих Работников Были Как у Наперска Круговорот Денег Лоха Вот в чем Была суть Обмана Счастливого Билета Подставной Игрок И Лох Начинали Играть На свои Деньги Подставному Игроку Для этого Выдавалась Так называемая Домашка То есть Деньги Фирмы Ставки Вносились В кассу Ведущей Которая Якобы Пробивала Чеки Она Через Своих Подельников В толпе Передавала Деньги Лоха Подставному Игроку Получается Что Лох Играл Против Самого Себя На свои Жи Деньги И Выиграть Не мог Никогда У сотрудников Счастливого Билета Была Разработана Целая Система Специальных Условных Знаков И жестов Если Кто-то Из Подставных Игроков Потирал Себе Шею И говорил Что ему Душно Это означало То Что у него Кончились Деньги Если Кто-то Из Сотрудников Трогал Себя По При появлении Видео Камеры Или Большого Количества Зевак Соединялись Большой И указательный Палец В виде Круга В этом Случай Нужно Было Провести Призовую Игру И дать Возможность Лоху Выиграть Небольшую Сумму Самое Невероятное Что у Открытого Акционерного Общества Комета Были Бухгалтер И Белая Бухгалтерия На всех Точках Были Кассовые Аппараты Подставному Победителю И доходы От игры В бухгалтерской Отчетности Получались Минимальными На счету ООО Комета В феврале 2000 года Было 242 рубля 12 копеек Но сам Факт Добросовестной Регистрации И уплаты Налогов Долго Помогал Мошенникам Оставаться Вне поля Зрения Правоохранительных Органов Но при обысках Нашли И другие Документы Листочки С реальными Суммами Которые Выманивались У игроков Их во время Игры Записывали Ведущие Лохотронов И суммы Эти Совсем Не совпадали С теми Что показывала Касса Изучая Личность Организатора Голубу Выяснилось Что он Ранее Работал На Украине Был Шахтером Занимался Там Профсоюзной Деятельностью Были сложные Времена Потом Перебрался В Москву И в Москве Принимал Участие В подобных Лотереях Но В качестве Там Рядового Сотрудника Видимо Осознав Что можно Заработать Хорошие Деньги Решил Перебраться В Казань Переехал Сюда Ближайшее Его окружение Люди Ему Преданы Они как Возглавляли Бригады Крупные Четыре Бригадира Как раз Вот Они являлись Организаторами Всего Этого И они Уже На месте Подбирали Непосредственно Исполнителя Можно сказать Что ООО Комета Было Международным Криминальным Сообществом Директор Игорь Голубов Менеджер Игорь Дема И Олег Семенютин А также Еще несколько Сотрудников Кометы Были Гражданами Украины Приехавшими В Казань Вслед за Голубовым В поисках Лучшей жизни Менеджер Александр Сверидов Был Гражданином Таджикистана Еще один Менеджер Сергей Михеев Был Уроженцем Казани Директор Кометы Игорь Голубов Бывший Лидер Шахтерского Профсоюзного Движения Умел Управлять Людьми В инструкциях Были прописаны Все возможные Варианты Действия Лохотронщика И предполагаемые Реакции Лох Организаторы Продумали И написали Даже конкретные Диалоги Для подставных Игроков Сотрудникам Объясняли Как заманить Лоха Заставить его Достать кошелек Отвлечь Погасить Возмущение Женщинам Лучше было Обещать бытовую Технику Мужчинам Разных типов Людей Кому-то Нужно было Ограничить Время На размышления И включить Будильник Сильно возмущавшимся Разрешали Давать Утешительный Приз В инструкциях Прописывались Правила Поведения И общения С клиентами И даже Ответы На возможную Грубость Клиента Нужно было Извиниться За беспокойство И пожелать Самого наилучшего Грубить Лохом Категорически Запрещалось Тем, кто Не выполнял Инструкции Применяли Даже физические Меры Воздействия Вводили На пустырь И учили Уму-разуму На совещании Голуба Говорил Чтобы мы Не боялись Поскольку Лицензии Есть Что он Сам работал В Верхнем Москве В Лужниках Что в случае Нашего задержания Мы должны Молчать Только тогда У нас и выручат Я слышала Что над Голубом Есть крыша Но члены крыши Не местные Но я их Никогда не видела Я предполагала Что большую часть Похищенных денег Забирали себе Голубов Менеджер И крыша Но Конкретной процентовки Я не знала На самом деле Распределение доходов Было строго Расписано В зависимости От места В преступной иерархии Руководитель Получал 72% От доходов Всех игровых Павильонов Менеджеры Получали 4% Со своих Подконтрольных Точек 18% Уходило Подставным Лицам Рекламным Агентам Болельщикам Из толпы 6% Забирал Ведущие Игры Деньги Выдавали Наличкой На руки Но для создания Видимости Легальной работы Директор Фирмы Фирмы Описано В стихах Очные Очные Ставки Следователи Последнего Утверждал 10 рублей 20 копеек Впервые В истории Юриспруденции Татарстана 27 обвиняемых Признали Виновными В участии В преступной Организации 8 июня 2001 года В Верховном Суде Республики Был оглашен Приговор По делу Лохотронщиков Директор Фирмы Игорь Голубов Был приговорен К 9 годам Лишения Свободы В исправительной Колонии Строгого Режима С конфискацией Имущества Менеджеры Дема Михеев Семинютин Получили 6 лет Сверидов 5 лет Лишения Свободы В исправительной Колонии Общего Режима С конфискацией Имущества Остальные 22 сотрудника ООО Комета Получили От 2 До 6 Лишения Свободы Условно Бывший Тогда Министром Внутренних Дел Татарстана Азхат Сафаров В своей Книге Закат Казанского Феномена Писал К весне 2000 года В Российской Федерации Спустя 3 Года Действия Нового Уголовного Кодекса Был Вынесен Один Единственный Приговор По статье Организация Преступного Сообщества Нижегородским Областным Судом В отношении ОПГ Из 5 Человек Созданы Для хищения Нефтепродуктов Второй В истории России Приговор По 210 Статье Уголовного Кодекса Состоялся В Татарстане И это Был Не знаменитый Процесс По банде Хадид Акташ Как это Принято Считать А дело Неких Лохотронщиков Провести Дело Через суд Именно По 210 Статье Было Для нас Принципиально Важным Пишет Сафаров От успеха Или провала Зависели Будущие Шаги В наступлении На организованную Преступность Вот при рассмотрении Твуголовного Дела И при изучении Прежде всего Я пришла К убеждению Что качество Следствия Было прекрасным Вот расследовала МВД Это дело И я знаю Что следователи Потом Награждались Даже за расследование Это дело Поскольку оно Ну было громкое В пределах России И одно из первых Преступные сообщества Оно было классическое Это преступное сообщество Со всеми присущими Ему признаками И приговор В Москве Устоял мой Граждане Будьте бдительны Когда вам В очередной раз Предложат Вырастить денежное дерево Помните Что растет оно Только на поле чудес И только В стране дураков Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»